Утро доброе, народ! У меня первый день отпуска. И в этот первый день отпуска, ну, ну, чего такое? Я пытаюсь открыть жалюди, но не получается. И в этот первый день отпуска меня ждет отвратительнейшая погода. Сказали бы другие, но мне она нравится. Такая уж осень-осень, 6 градусов, красота. Я на ночь заплела на мокрые волосы после мытья вот эти косички, потому что в эту погоду все равно они мне пушатся, так хотя бы будет какая-то форма волны. Сегодня планы на день. Это сходить на работу, забрать зарплату, сходить с подружкой в один секонд-хенд. Приколе, сказали, классный. Он совсем вот через дорогу у меня, а я никак туда не попаду. Дальше это уборка по возможности, потому что у меня, видите, просто пипец происходит какой-то. И нужно приготовить покушать. А там уже буду смотреть по самочувствию, по состоянию. Вот так. Вот такая у нас погодка. Пасмурная дождик капает еще. Видите, папа, дали. Весело, однако. Пришла уже осень настоя. Давайте я расплету вместе косички. Посмотрим, что из этого получилось. Ну, в основном я потом просто заплетаю, завязываю хвостик, и эти косички остаются в хвостике. Точнее, волны остаются в хвостике, и не нужно крутить хвост. Он получается такой пышный. Какие блестящие волосы, девочки! Обалдеть! Смотрите, какая красота! Это, кстати, блестящие такие после масла для волос от Эйвен и спрея от Эстель, который я вчера покупала. Я вам его показывала. Вау, какая красота! Единственный минус, надо было доплетать до самого низа, потому что, видите, здесь волосы остались прямые. Класс! Сейчас завяжу хвост, посмотрим, как это в хвосте будет выглядеть. Вот так это выглядит в хвосте. Прикол в том, что здесь всё остаётся таким прилизанным, причесанным. Ой, упала. А здесь хвост остаётся пышным, вот таким кучерявеньким. Блин, волосы так блестят невероятно. Вот, люблю такие вот прически. Мне почему-то они какой-то афро напоминают. Сразу вид меняется. В таком виде я сегодня пойду. Так, кстати, сейчас буду выходить, зайду на работу за зарплатой и затем пойдём с подружкой в секонд-хенд. Знаете, я вот недавно думала, почему же я так люблю секонд-хенды. И несмотря на то, что у меня есть деньги на одежду обычную, нормальную. Сейчас сделаю чуть-чуть пониже. Думала, думала и поняла, что мне нравится сам процесс, найти что-то интересное, что-то качественное за копейки. Знаете, это как какой-то ты ищешь клад. Вот, и это очень успокаивает, очень настраивает. Наверное, из-за этого я туда хожу. А, ты снимаешь? Так, по-другому. Не прошло и часа, Наташа уже дома. Секонд-хенд оказался отвратительнейшим. Ужаснейшим. Ничего не купила, зато зашла и купила косметики. Сейчас покажем. У меня были когда-то вот такие вот румяшки, белевские персики. Очень классные, но я их разбила. Поэтому решила обновиться. Парисовский карандаш для бровей. Надеюсь, я угадала с оттенком. Были классные, недорогие. И мой любимый бронзер от Бель. Всё-таки взяла, решилась на это. Было в том магазине. Потому что тот, что мне сейчас, мне не очень нравится. Этот создаёт естественный оттенок. Сейчас мы вам покажем, как Боня любит развлекаться. Так, спокойно. Идёт, идёт. Смотри, подожди. Подожди. Я тебе скажу. Серия А. Наполи. Так, смотрим. Хотя, погодите-ка секундочку. Погодите-ка секундочку. Давай. Давай-давай-давай. Вот это. Итого, я убралась в зале, в коридоре. Потрусила даже коврик коридоровский. Сделала уже почти две стирки. Остался... Самый сложный это туалет. И самое-самое сложное это кухня. И на всё это я убила весь день. Представляете? Делала перерывы на яблочко, чтобы силы восстановить. Фух, устала. Но оно того стоит, зато чистенько. Хотя бы на время. На часах начала восьмого я всё продолжаю убирать. Осталось убрать здесь. Помыть плиту. В холодильнике. В общем, провожусь я сегодня долго, я так понимаю. Вот. Ну, ничего страшного. Зато везде будет чистенько и красиво. А у меня перерыв на чаёк и ватрушечку. У меня осталась одна кухня. Я, кстати, вам уже показала, да. А потом надо ещё мне готовить, кушать. Что-нибудь. Главное, что к силы остались. Потому что хочется что-то приготовить уже. Чаёчек. Кстати, я люблю чай. Озер-чай называется. Покупаем в АТБ. Он с... Блин, забываю эту траву. Как она называется? Не с бергамотом. Не, не с бергамотом. Вот у тебя с бергамотом, Тед. А это у меня последний, кстати. С успокаивающей травкой. Ну, как её? Ну, чего я забываю всё время. Саша умничка подсказал с чабрецом. Обожаю этот чай. Мы его выпили очень быстро. Надо ещё купить. А когда я на акции, вообще берём по две. Очень классный. Советую всем. Ну, что. Я справилась. Смотрите, какая чистота. Плиту даже помыла. Пол помыла. Стол переставила. Фух. Шесть часов ушло на уборку. Надо было начинать раньше. Бобик ещё не сдох. Ещё варит суп. А, как вы хотели. Уборка, уборка. Ужин, переходящий в завтрак по расписанию. Суп, по-моему, быстрее варит, чем убирается. Хотя, я уже немножко подзатухаю. Сейчас поставлю всё вариться. Надо ещё сделать свои упражнения. Помыться. Всё. Делай неподчатый край. Ну, что, девчонки. Покажу вам сейчас рецепт сырного супа с грибами. Просто быстро и вкусно. Я надеюсь, вам он понравится. Сделайте. Напишите мне обязательно. Или кто делает, пишите, какие у вас есть секретики этого супа. Итак, для приготовления супа нам надо отварить или филе, или ножку, или окорок. Картошка. Можно по желанию добавить какие-то крупы. Для зажарки я использую морковку, лук и грибы тоже пойдут в зажарку. Пока у нас варится курочка, я делаю зажарочку и жарю грибы, чтобы всё это было готово. Сырки у меня находятся в морозилке, чтобы их лучше было потереть. Представьте, засиделась тик-токи и погорела у меня поджарка. Отжарка. Да, отлично. Сосокик будет. Нормальный. Добавляем грибочки. Грибочки добавляем. И обжариваем грибочки. Всё нормально будет. Всё будет вкусно. Грибочки не надо было обжаривать? Нет. Не отдельно. Зажарочка немножко подгорела, но да ладно, не страшно. У меня тут осталась одна картошинка. Я её сейчас хочу пожарить, покушать. Сыр тоже натёк. Жду, пока сварится картошечка. Ну что, вид, конечно, не очень из-за того, что подпалила зажарку, но на запах сырный и грибной супчик очень ароматный, вкусный. Картошечка уже готова. Сейчас буду есть, несмотря на то, что на часах у нас... О, сколько времени. Но спать я ещё не собираю. Сейчас буду есть свою картошку. Потом схожу в душ и буду спать, ложиться. Упражнение отложу на завтра, на утро, потому что сейчас я уже не в состоянии. Хотя мне до сих пор колбасит. Я бы, наверное, сейчас и на дискотеку сходила. Скажите, а у вас тоже бывают такие подъёмы? Я убрала, и мне так классно. Такое спокойствие, такое прям офигенное чувство. Осталось только уснуть. Надеюсь, я поем, сажу душ и усну хорошо. Спасибо, что вы были со мной. Пишите мне комментарии. Всем пока.